Один шаг на пути к успеху. Некоммерческие организации округа могут получить президентский грант на реализацию своих проектов. Такая уникальная возможность воплотить свои задумки в жизнь за счет субсидии с федерального бюджета представителям НКО выпадает два раза в год. Все, что для этого требуется – грамотно составленный проект. И вот здесь у многих возникают трудности. К примеру, в нашем регионе в прошлом году на президентский грант были выдвинуты пять проектов, и только один из них получил положительный результат. Чтобы успешных проектов на территории региона стало больше, для представителей некоммерческого сектора провели обучающий семинар. Активный участник стрелкового клуба «Белая сова» Ростислав Просвирнин демонстрирует нам профессиональную винтовку «Вольтер». Стрельбой молодой человек занимается около пяти лет, поэтому о преимуществах своего трофея рассказывает со знанием дела. Можно индивидуально подогнать любую часть. Вот это поворачивается, поднимается. Здесь тоже вот эти части регулируются. Винтовку под себя можно подстроить. Кстати, одет Ростислав в специализированный стрелковый костюм. Довольно увесистый и сковывающий движения. Но это того стоит. Когда делаешь выстрел, качки меньше, устойчивость улучшается в разы и к результату больше прибавляется. Две винтовки «Вольтер», стрелковые костюмы, а также электронный тренажер «Скат». Стрелковый клуб «Белая сова» приобрел на средства президентского гранта, который некоммерческая организация выиграла в прошлом году. Размер гранта составил около 500 тысяч рублей. Мы могли претендовать на небольшую сумму, потому что было только полгода с момента государственной регистрации некоммерческой организации. Страшно было, это естественно, потому что это впервые. Это очень, как говорится, мы были рады, что мы выиграли. С улучшением материально-технической базы у нас пошел большой приток ребят. Сейчас у нас подростков 18, но также к нам по вечерам приходят взрослые. Я скажу, где-то около 10 человек постоянно посещающих взрослых людей есть. К подготовке своего проекта для участия в конкурсе на предоставление президентского гранта некоммерческая организация отнеслась со всей ответственностью. Это подтверждает и тот факт, что из Пятенкового региона только «Белая сова» получила субсидию с федерального бюджета. Бюджет автоматически у тебя подвязан к каждому мероприятию. То есть, логическая цепочка, это очень легко, это удобно. Надо просто немножко поразбираться с этим вопросом. И хорошо то, что можно приступать, как говорится, несколько раз. То есть, ты можешь зайти на сайт, начать оформлять эту заявку, сохранить ее, но не отправлять в фонд. То есть, потом доработать, еще какие-то нюансы там дописать и продолжить. То есть, я неделю писала. Для того, чтобы получателей президентского гранта в Ниницком округе стало больше, а следовательно, больше проектов получили развитие, на Ридмаре организовали обучающий семинар для представителей некоммерческого сектора. В ноябре прошлого года в администрацию Ниницком округа, вообще Российским народным фондом, были переданы общественные предложения. Одним из пунктов которых было организовать обучение представителей некоммерческих организаций по участию в программах, которую организует фонд президентский грант. Она была вызвана тем, что от округа было довольно-таки мало обращений по этому поводу. И округ не очень активно участвовал в той поддержке, которую оказывает фонд президентский грант, ну и, соответственно, мало реализовывалось проекты. И это нашло отклик. Обо всех нюансах составления проектов участникам семинара рассказал исполнительный директор фонда президентских грантов Антон Долгов. Наша задача пообщаться с некоммерческими организациями, рассказать о том, как устроен конкурс. Были проекты от вашего региона в прошлом году, которые один проект победил, пять проектов не победили. А проект хороший. Нам интересно, чтобы они свои проекты доработали и тоже в конкурсе участвовали и могли рассчитывать на финансирование от президента. Также на семинаре состоялось обсуждение наиболее распространенных ошибок на примерах заявок конкурсов прошлого года. И были даны рекомендации на основе проекта победителя. Отмечу, что прием заявок на участие в конкурсе президентских грантов уже открыт и продлится до 23 часов 30 минут 26 марта. Заявки формируются и представляются в электронной форме на сайте президентскиегранты.рф. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 1 июня 2018 года. Второй конкурс стартует в середине июля. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует...